InFlexible это команда разработчиков, которая сможет создать твой собственный игровой проект по Garry's Mod. Они возьмут на себя всю техническую часть создания сервера, от установки скриптов до загрузки готового проекта на хостинг. Они работают исключительно с лицензионными материалами, а также имеют безупречную репутацию и предоставляют свои услуги по демократичным ценам. Ссылка на группу этой команды будет находиться в описании. Заходи и создавай свой проект. Всем привет! Заждались новый ролик по Garry's Mod, а он уже тут как тут. Сегодня мы играем также в Garry's Mod, но на сервере ArtRSRP. Айпишник его будет в описании. Заходи и присоединяйся. В принципе, можем уже начинать. Бля, чуть не забыл. Вы показали в прошлом ролике, что вы просто молодцы. Мне очень приятно смотреть на положительные комментарии и огромное количество лайков под моими видосами. Спасибо. Так, что там у нас? Чуть больше 20 секунд? Ну да ладно, можем занять хронометраж. Короче, дело такое. Сидя вечером дома у себя, я думал над тем, как попасть в тренды на игровую тематику, потому что другие тренды мне просто закрыты. Поскольку максимум продвижения этих роликов от меня это просто скинуть в мою группу в ВК, где просмотров не особо-то и много набирается, то я прошу о помощи свою аудиторию, которая смотрит меня почти каждый день. Поэтому я прошу вас залайкать это видео настолько сильно, насколько это возможно. А уж поверьте, вы это можете сделать. По прошлому ролику и по остальным прошлым видосикам вы это показывали уже не один раз. Также не навредит огромное количество комментариев от зрителей. Но, естественно, они должны быть с каким-то смыслом. В общем, думаю, вы меня поняли и вы мне поможете с этим делом. Сразу приношу извинения за то, что я затянул вступление. Теперь мы с вами можем начинать играть. А у меня тоже идёт камчас, сажайте его, сажайте. У меня тоже идёт камчас. Пиздец, мусора вообще не работают, блядь. Ну, товарищ мусор, так сказать, вот. А если я выстою, то стрельнем, но не мне, а ему. Не-не-не, стреляй тогда, да-да, стреляй, но не мне, а ему в колено, давай. Да нихуя, полиция за это не стреляет. Точнее, мусора, товарищи мусора не стреляют за это. Ты чё, блядь, охуел? Я тебя сейчас реально стригу, да-хуел. Да ладно, хули нам, цыганам, блядь, как говорится. Я возьму, стану сейчас с этим долбоёбом наёмным. Пиздец, как с неё стрелять? Она одиночными стреляет. Пиздец, да, блядь, заказ пропал, да сука, я рот долбил, блядь. Кто эти заказы делает? Пиздец, да что это такое? Ну как убить, блядь? Вы чё, блядь? Вы чё, ёбнутые, столь? Как, блядь, не убил? Я ему в голову нахуй стреляю. На монтаж этого фрагмента было потрачено 5 бутылок Балтики-9. Короче, сейчас тут будет такая интересная разборка, но для начала предыстория. За мной бегал мент, вы это сейчас всё увидите. И мне ничего он не говорил, просто молча за мной бегал. Напишите в комментариях, кто из нас прав, я ли он. Ебать мусора, блядь. Охуеть. Давай, стреляй по мне, блядь. Ну всё, как, блядь, побегал за мной? Товарищ, ну ты давай, это решай там скорее, как говорится. Ну, чё. О, ну заебись, а пахнет выся, как говорится. Что, 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 дайся пушку, да пушку. Пушку, пушку надо, пушку надо. Давай. Ну иди, пожалуйста. Да что ты делаешь, ебать, объясни мне, блядь, что ты творишь, нахуй? Какое нахуй неподчинение, ты ничего не сказал, блядь? Охуеть можно. Развязывай меня, блядь, ты молча мне подошёл, завязал в наручнике, блядь. Клоун, нахуй. Да какой... Ты мне ничего и не говорил, ты молча за мной бегал, блядь. В чём проблема? Давай развязывай, сейчас админа позову и пизда тебе, блядь. Это не совсем он, конечно, но ладно. И всё, целью этим оружием, чтобы... Роль притон на один заказ. Охуеть, мне бар дали, чтобы бонус... Ё-моё, а где оно находится, кстати? Вот этот, что ли, бизнесмен? Лол. Три минуты даётся нам на заказ. Вот, сейчас мы его бахнем, попробуем. Я не обещаю ничего, то что я даже... Я не знаю, пробивает ли бар вот эту вот херню. Но я постараюсь что-нибудь сделать интересное. А сейчас, короче, перематываете на 10-20 секунд назад, смотрите, как я это все делаю, как я сажусь, Видит ли меня кто-нибудь из NPC, PRP, NPC на этом сервере тоже могут быть свидетелями, если они тебя видят при каких-то криминальных действиях, то это действия при свидетелях, вот. Меня видел только мой заказчик, и я думаю, что если заказчик видит, как Ниллер делает свою работу, то это вполне нормально, он за это деньги отдаёт. Но тут меня решили дети обиженные забрать на разборку, смотрите, что с этого вышло. И да, в ангу я чуть-чуть спизданул им на разборках, то, что я сидел не конкретно там посередине, а в уголке. Тут как бы, ну да, я виноват немножечко. Но всё равно суть не меняется, а там меня всё равно видно не было. А, оружие что, забрали у меня? Блин, ну ладно, первый заказ есть. Ну что, я это, жду приказаний. Блин, мне очень нравится система эта. Я, короче, жду этих приказаний, короче, при каких свидетелях чё не несёшь? Да, просто небольшой, потом я ещё закажу. Чего? Там были люди, тут были люди, тебе норма, да. И кто-то сказал, что это я вообще заказ выполню. Я сейчас полноторно поговорю. Ну, по Нарпетто можешь с мамой говорить, о, мне как бы похуй вообще. Ты, если начинаешь мне подходишь, после того, как твоего друга убили, типа, и рассказываешь мне то, что... Это не мой друг, прикинь. Да, мне знаешь, как бы похуй, можешь оправдаться, не оправдаться, мне вообще-то неинтересно. Я стоял там, никто меня не видел, кроме заказчика, а заказчику как бы похуй, заказчик он и заказчик. Просто ты до первого попавшегося наёмника доебаться решил, а на него типа свалить. Пизду отсюда слитый. Плюс, смотри, нюанс какой. Я как только выстрел сделал, увидел надпись «Заказ выполнен». Я сразу же оружие убрал, и ко мне никак не докопаться, в принципе, здорово. Я сейчас его, короче, солю быстренько по тезисам, я пойду дальше играть. Заебись, блядь, меня опять кто-то тэпает. Ну, кто мне тэпнул, блядь, ты и дальше не поиграешь в магазин. Заебали школьники, которые угрожают мне. Вопрос. Тим, да. Ты видел, ну, типа, ты выполнил локат в улице, где стояли птицы? Ну, где они стояли? Где вы были вообще? Смотри, смотри, я был. Сейчас, вот как бы сюда мне допрыгнуть, вот, туда. Туда как мне допрыгнуть. Так вот тут НПС стоял, вот он. Ну, давай сейчас на место НПС стану, посмотрю, видно ли мне кого-нибудь тут в уголке. Стань на место НПС, посмотри. Ну, а я тебе о чём? Я чё, долбоёб, что ли, стоя стрелять на виду у всех? Алло, чё, доебаться решил, и теперь не получается, да? Чё молчишь-то, блядь? Чё ты сразу замолчал так? А чё тебе надо-то, Алло? Я ещё потратил своё. Действительно, шо же мне надо? Знаете, за 2-3 года пребывания на Ютубе в Гарисмоде, в частности, я уже привык немножечко так терпеть просто такой тупизм Гарисмодеров. Я вот, знаете, заметил, ни в одной игре нет такого смешного комьюнити. Одновременно смешного и одновременно глупого. Есть среди них, конечно, нормальные ребята, но всё же там всякие охотники за самописом, там, за хорошими серверами. Ну, это говноеды ещё те, по определению их просто бить скалкой по башке надо, в принципе, не более. И в детдом сдавать как можно скорее. Ну, не будем о плохом, будем о хуёвом. Продолжаем играть. Пожалуйста, автономить. Здорово. Ну шо, слушать, а? Так, у меня очень хороший заказ, тут где-то 50 тысяч. Хуя себе. Я вам дам первую сумму, так сказать, аванс, 25 тысяч сейчас. И после уже выполненного задания я вам дам ещё 25 тысяч. Вы найдёте меня, позвоните, я вам дам. Его зовут Дмитрий Ян, он владелин некого гей-клуба. Он находится на том этаже пятиэтажки. Это, ну вот. Он не пустил меня туда, я бы хотел, чтобы вы с ним разобрались. Угу. Ну, попробую. Значит, пятиэтажка это, да? Отель. Отель, я понял. Значит, пойду сейчас посмотрю, что там да как. Давайте выдачу. О, заказик серьёзно подъехал. Надо не облажаться и подойти к нему основательно. Времени у меня нету по ограничению там, и в принципе я могу подлечиться. Здорово, пока заказы не могу сделать, я занят. Пойдём сейчас поищем, какие окна, чтобы хотя бы примерно понимать, куда идти. Вот оно как. Скорее всего, это и есть вот эта хата. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Камера, Тулган. Блять, нечем меня ломать, короче, дверь. Вообще нечем, пиздец. Ну чё делать тогда? Пойду попытаюсь что-нибудь придумать. Винтовка тут не потянет. Он закрыл все окна. Придётся пробивать. Чем? С М-16 охуенной пушкой, блять. Здрасте. Я это, вступить хочу. А вы анимешник? Я, ну, как сказать, только начал вообще смотреть аниме. Замечательно, замечательно. Замечательно. Да, я вас слышу. Алло, я выполнил заказ. Он там был один. Всё, подходите. Хорошо, подходите к въезду в город. Я вам отдам вашу. Отлично, хорошо, хорошо. Вторую половину. Всё, заказик я выполнил. Бояться больше сейчас нечего. Так, ну ладно, въезд в город, нужно забирать вторую половину. Но он там один, короче, был. Вот, анимешник, как сказать. Вот, ваш, ваша сумма. О, отлично, спасибо за сотрудничество. Если чё, обращайтесь. Ну, вот, собственно, заканчивается видосик по киллеру. Вот, не сказать, что я над ним прям жёстко старался. Так, как, например, над револьвером. Первым над револьвером, вторым. Но усилия всё-таки кое-какие приложила одна, сука, вот эта вот шкала с индикатором моего подхёрта. Она заняла больше времени, чем, не знаю, любой видосик любого грисмодера в наше время. Играл я на сервере Артрос РП. Мне понравился очень сервак. Ну, правда, без держа, говорю, мне понравилось там играть. Абсолютно спокойная такая атмосфера. Нету агрошкольников всяких. Ну, это два единственных случая на разборках были. И то они ввели себя спокойно более-менее. Пусть были и не правы. Единственная мелочь, которая не понравилась, это то, что при заказе, уже когда ты берёшь на кого-то там заказ, у тебя начинает тикать таймер, там, 2-3 минуты, бывает, даже полторы тебе отводятся на то, чтобы выполнить его. Ну, а, в общем, всё реально хорошо. Мне, правда, зашёл этот сервак, айпишник в описании. Если что, будет, заходите, играйте, проводите своё время тоже на Артрос РП. А мне уже пора идти делать новый видосик. Всем пока, подписывайтесь на канал, там, лукасы ставьте, комментарии пишите. Ну, давайте попробуем как-нибудь вырваться в тренды по игровой тематике. Всё-таки 80 тысяч, а я всего лишь там был один раз. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...